Что на самом деле произошло тогда в Одессе, постепенно начинают понимать и за рубежом. Акции в память о погибших активистах антимайдана пройдут сегодня в Германии и Израиле. Неравнодушные жители Праги собрались накануне, чтобы уже второй год подряд зачитать семена всех жертв. Был там и немецкий журналист Ульр Хайден, которого украинские власти не пустили в Одессу из-за его документального фильма о событиях в Доме профсоюзов. То же самое, кстати, произошло на днях еще с двумя иностранными корреспондентами, поляком и еще одним немцем. Участники траурного митинга призвали как можно скорее наказать виновных к гибели людей. Как мы все знаем, так ничего не было сделано, никто не был осужден и наказан. А для нас, жители Чехии, Евросоюза, это скандал, что ни со стороны нашего правительства, ни со стороны Европейского Союза нет никакого давления на Украину, чтобы она раскрыла это страшное преступление и наказала виновных. Многочисленная акция прошла и в центре Рима. Участники также почтили память погибших в Одесском Доме профсоюзов, а еще выразили поддержку жителям Донбасса. Такой же митинг должен пройти сегодня в Милане.